Пластерный распад был предсказан Сандулесом Куэнаром и Грайнером в 80-м году и открыт 4 года спустя. Период Куэллораспада связан с частотой с торгновением по барьер, с аспектроскопическим фактором пластера, как его можно представить в Е3, и с трансмиссионным коэффициентом. Трансмиссионный коэффициент связан с приближением ВКБ, с действием. Действием связан с начальной конечной точкой поворота, массовым параметром, потенциалом и ту реакцию. Сейчас расскажу, как сделан этот расчет в мумередной модели. Значит, первая часть – это потенциал. Потенциал определяется как разница энергии связи ядра на конечном расстоянии, при фиксированной информации одного ядра и второго ядра. И вычитается энергия связи этих ядр на бесконечность. Энергия вычитывается с помощью полуплассического приближения. Здесь используется функционал плотности энергии, который зависит от протонной и нейтронной плотности. В качестве функционала плотности энергии используется модифицированное приближение Томаса-Ферми. Модифицированное приближение Томаса-Ферми к функционалу плотности энергии имеет следующий вид. Есть вкладки, спины энергии, протонов, нейтронов, кульмовский потенциал и кулоновская часть. Киентическая часть разбивается на три компонента в данном случае. Первая часть – это обычный Томас первый кусок, вторая – член с H2 поправками и член с H4 поправками, градиентами. Кулоновская часть имеет прямой и обменный член. Скинморская часть имеет стандартный вид, никакие параметры берутся с КМСРА. Формула. Для того, чтобы посчитать потенциальную энергию, надо знать функционал плотности энергии. Для того, чтобы определить функционал плотности энергии, надо знать распределение плотности. Как определить в случае вылета кластеров плотность? Для этого предполагается следующий анзас, функциональный кластер. Плотность в данной точке пространства, когда расстояние между кластерами большое, когда деформация одного, допустим, дочернего ядра и кластера С1 и С2 выражается в виде суммы их. В этом случае мы имеем мгновенное приближение, как та сумма. То есть у нас плотности одного ядра и другого ядра просто суммируются. Но мы еще добавляем некоторых членов. Котой дает нам выигрыш в том, что у нас плотность как бы релаксирует, она является меньшей, чем сумма плотностей. Если у нас ядра совсем перекрываются, то у нас плотность суммарная будет меньше плотности равновесно-ядерной материи. И, в принципе, это дает нам возможность оценить, какая плотность будет более-менее реалистическая между ядрами, взаимодействующими. Распределение плотности описывается фермерским распределением. Поведение оболочной поправки можно увидеть в расчете микроскопического пастерного распада МИРА, где он полностью и аккуратно считает поведение оболочной поправки в зависимости от расстояния между ядрами. Но только ядра у него сферические. Это вот макроскопическая потенциальная поверхность. Значит, у нас куриация 96 метров. Значит, где-то здесь у нас начальная открытка поворота. Здесь у нас конечная открытка поворота для сферических ядров. Если кластер деформируется в дочернее ядро, то у них барьер будет меньше, чем в сферическом случае. Вот с этим связано усиление эмиссии кластеров с учетом деформации как кластера, как кластера, так и остаточного ядра. Если мы учтем оболочные поправки, то картинка сильно меняется, так как у нас на свинце оболочная поправка с возрастанием деформации резко уменьшается. И появляется у нас одна седловая точка и вторая. Вторая такая же, как и раньше, макроскопическая. А вот это целиком микроскопическая точка. Вот мы их можем сравнить. Видите, они сильно отличаются. Ну и тогда мы можем рассчитать частоту столкновения рассчитываем, как обычно, в модели существования кластера в ядре. В реформейшн. И она связана с генетической энергией кластера в ядре. А трансмиссионный коэффициент имеют также неопределенные до сих пор величины. Это массовый параметр. Массовый параметр выпирается в виде радиального и связанных с деформацией. Вот эти перекрестные массовые параметры, когда ядра разделены, они равны 0. Вперед со вделением и те степени нового увеличения массового параметра. К0 это единственный параметр К0. Все остальные параметры, параметры сил схемы фиксированы, параметры вот эти массовые тоже фиксированы. То есть все остальное известно. Траектория берется для каждого ядра в виде полинома. Это равновесное значение деформации. К1 это для гидрогенемических параметров, это для свинца, а это для кластера. Если мы берем реалистические значения, то деформация уменьшается. Здесь предложены различные случаи учета коэффициентов. Гидрогенические параметры, вот линия. Если мы рассматриваем только сферические ядра, вот такой период полураспада. Если мы учтем только деформацию свинца, вот столбик. Если пленник, такой. Если учитываем в обеих, такой. А здесь мы учитываем различные коэффициенты усиления. Если мы учтем самый аккуратный расчет, вот дает 1,4. Но здесь мы подогнали параметр К1, К0. Ну и объявление о том, что в Киеве состоится в июне 5-я международная конференция. Курсом участка этого называющего.